Выбор книг на Октябрьском 88 и МОПРО 7. 6+. Детская познавательная программа «Открывашка». Открываем мир вместе. Надо будет скриншот сделать. Да, да, надо будет скриншот сделать, надо будет подарочки взять. Мы уже в эфире. Это программа «Открывашка», детская познавательная, научно-популяризаторская программа «Открывашка». Меня зовут Светлана Занько, и уже 11-й час утра. Кто встал пораньше, послушал детскую площадку, послушал прекрасное произведение, не скажу какое, переслушайте на сайте «Эхо Москвы», московском, да? Ну, ладно, скажу, про «Маугли» читаем уже, наверное, несколько недель. Замечательная совершенно детская площадка. Если кто не знал, кто встает позже, говорю вам, что она идет годами уже. А «Открывашка» — это все-таки научно-популярная программа. Я вот вижу, что к нам уже присоединяются наши замечательные слушатели, потому что, внимание, с прошлой недели «Открывашка» идет не только в эфире на волне 101.0, но еще и прямая трансляция в группах ВКонтакте ИЦАЯ Кирова, информцентра по атомной энергии Кирова, а также в группах ВКонтакте «Открывашки» и в фейсбуке «Открывашки». Всем привет! Классно нас тут приветствует Миша Рычков. Миш, привет, мы тебя видим. Елена Горева нас приветствует, тоже очень классно. Значит, это значит, что все, кто зайдут в группу ВКонтакте ИЦАЯ Кирова или «Открывашки», могут нажать на окошко трансляции, и под ней выходит форма для вашего сообщения. Мы, естественно, в «Открывашке» задаем вопросы, у нас есть викторина. И отвечать на эти вопросы вы можете, либо позвонив по телефону 211-101, 211-101, наш продюсер примет телефон и выведет вас в эфир, примет звонок и выведет вас в эфир, или вы можете писать ВКонтакте, и я буду видеть с небольшой задержкой ваши комментарии и ответы, и таким образом тоже ваши ответы будем воспринимать. Призы, которые вы будете получать, я перечислю чуть позже, а пока представлю наших гостей. И у нас в гостях преподаватели Просветительского образовательного центра познания, оба выпускники нашего опорного теперь уже вуза Вятского государственного университета, при поддержке которого эта программа проходит. И я представлю Егора Бельдюгова. Егор, привет. Здравствуйте. Егор заканчивал факультет, который сейчас называется «История политических наук и культурологии». Но рассказывать он сегодня будет про то, как сделать... Это у нас будет мастер-класс, Егор его будет проводить. Про то, как сделать элементарный такой прибор, который будет демонстрировать, как работает энергия ветра. Да? Совершенно верно. Совершенно верно. И второй наш гость – Вадим Катаев. Привет. Да, здравствуйте. Вадим тоже выпускник Вятского государственного университета. Он заканчивал факт факультета автоматики и вычислительной техники. Вадим будет рассказывать нам теорию, что такое энергия ветра, как она используется. У Вадима подготовлена презентация, и все, кто сейчас в ВКонтакте, эту презентацию смогут увидеть. Надо сказать, ребята, что мы в анонсе, который размещали в интернете, предлагали вам тоже собрать оборудование заранее, чтобы вместе с нами в мастер-классе поучаствовать. Для этого нужно было взять квадрат из бумаги, обычной бумаги 60 на 60 пищи, лучше там, да, кусок картона 20 на 20, трубочки для коктейля. Вот сейчас это все разложено, и можно демонстрировать прямо в камеру, да. Это пластиковые трубочки, скотч, шило у папы можно попросить, если есть. А можно вот такая палочка. Это шпажка для, деревянная шпажка для шашлычков таких вот, да. Дальше нужно было взять клей ПВА или клей-пистолет, если есть. Это все вы успеете сейчас собрать дома, практически у всех это дома есть. Вот у меня это дома все тоже есть, потому что минут через 20 мы приступим, собственно говоря, к мастер-классу. А пока я задам вам первый вопрос, и вы сможете звонить 211-101 или писать в группе ВКонтакте. Первый вопрос. Вот мы сейчас все сидим дома, у нас онлайн, и без конца мы там все в гаджетах. Кто-то с планшета, кто-то с компьютера, кто-то с телефона, разговаривают с учителями, с друзьями и так далее. А что нам нужно для того, чтобы эти гаджеты работали? Любые. И не только вот эти, которые я перечислила. Что нужно для того, чтобы работала кофемолка? Что нужно для того, чтобы работала электроплита? Подсказочка прозвучала. Пылесос и так далее. 211-101. Или пишите в нашей группе ВКонтакте. Ну, после первого звонка представлю наши призы. А пока надо сказать немножечко пару слов про Центр Познания и как вы там оказались, ребята. И как давно вы работаете. Я знаю, что очень многие ваши поклонники сейчас нас смотрят. Расскажите. Егор? Так, ну, давайте начнем. Микрофон. Извините. Еще раз здравствуйте, ребята. В Центре Познания я работаю уже как более четырех лет. Веду уже несколько курсов. И оказалось, естественно, после завершения университета. Ну, и параллельно также были еще и занятия. В нашем Центре мы проводим различные занятия, которые... Я знаю, что Познания очень серьезно специализируется на робототехнике. Да, это председатель. Продолжение у ребят, разработки, и все федеральные фестивали без вас не обходятся, да? Это да, да. Ну, и еще, естественно, и программирование уже начинается включаться, потому что это, можно сказать, такой тренд небольшой уже, да? Так, хорошо. Вадим? Ну, мое знакомство произошло в далеком 2014-м с летней IT-школы. То есть это ежегодная лагерная смена от Центра, где дети изучают как раз вот эти IT-направления. И после вот той смены, где, можно сказать, сначала был вожатым, немножко включился во всю вот эту работу Центра, плюс еще специальность позволяла как раз вот именно глубже окунуться в это. И как-то вот так постепенно вот мы уже работаем там. Я в данном случае 6 лет. Ох, прекрасно. Опытные преподаватели здесь у нас. У нас есть ответ. Анна Погасян написала нам ВКонтакте, что для того, чтобы все наши гаджеты работали, необходим интернет. Это точно, если мы говорим об онлайне. Но и электричество. Совершенно верно. Нам нужна электрическая энергия. И вот как она вырабатывается, эта электрическая энергия, как она поступает нам в дом. Вот эта задача, с которой справится, я уверена, Вадим. Он нам будет рассказывать про электрическую энергию. Но и прежде всего мы, конечно, будем сегодня говорить про энергию ветра, потому что и мастер-класс у нас называется «Воздушный винт». Что нужно приготовить, висит в нашем анонсе в группе ВКонтактах. Ну и у нас уже продемонстрировал, что нужно приготовить Егор Бельдюков, который вместе с нами. Итак, пожалуйста, энергия ветра. Да, подождите. Анне Погасян скажу, что ей нужно позвонить, послушать будет внимательно, какие у нас сегодня призы. А потом позвонить 211-101 и выбрать этот приз. Поехали. Итак, все верно нам ответили, что нужно нам электричество для работы наших устройств. Но оно само по себе так не появится. То есть его нужно от кого-то достать. То есть в данном случае нам надо из одного типа энергии перевести в другой. То есть в нашем случае мы будем энергию ветра переводить в электрическую энергию. То есть для этого, ну, как бы даже можно сказать, зайти издалека то, что человек стал использовать энергию ветра еще задолго, до того, как ставили, ставить в воздушные вот эти электростанции. Все началось, скорее всего, даже вот в тот момент, когда появились первые мореплаватели. То есть все началось с того, что люди поняли... У нас уже пошла, да, презентация в интернете? Так. Да, все пошло. Прекрасно. И использование ветра началось у нас, скорее всего, с использования парусников. То есть ветер дует, корабль направляет, и мореплаватели плывут. То есть, ну, это самое, наверное, такое простое и примитивное использование ветра на перемещение в водной глади. Это очень хороший пример для демонстрации использования энергии ветра. Но я думаю, что вот тот шикарный парусник, который сейчас на презентации изображен, это уже такой поздний период использования ветра. А, конечно же, его использовали и древние, скорее всего, люди, потому что, да, трудно не догадаться, что можно использовать... Ветер имеет некую силу. Там, ну, понятно, были попримитивнее корабли, но здесь такой наглядный пример, что много парусов, и все хорошо у нас плывет. То есть можно даже дома попробовать сделать где-нибудь в ванне, набрать воды, собрать какой-нибудь простенький корабль, при помощи бумаги сделать парус, подуть, и вы увидите, как это все работает. И в качестве эксперимента можете попробовать поизменять угол наклона вот этого паруса, и увидите, как он будет менять свое направление. Ну, пока у нас запаздывает ВКонтакте трансляция, а вот на заставке презентации прекрасная девочка дует на... Ну, такая игрушка ветряная. На льд, да, 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 накрутилку такую. И, соответственно, я очень любила такие, на самом деле, штуки, но парусник у нас пока еще не появился. Хорошо. Вот сейчас весна, жалко, что мы сидим все дома, потому что раньше, когда я была маленькая, мы в ручейки пускали деревяшечку, на деревяшечку палочку, на палочку листочек. И можно было... там ручьи несли своей энергии, да, энергии водного потока, а вот если ты просто где-нибудь запускал дома в ванне, то можно было подуть, да, и, соответственно, кораблик поплыл. Да, все верно. Ну, вот мы в детстве так же баловались. У нас вот в моем родном городе пруд большой есть. Как город называется? Амутнинск. Там большой пруд, и мы так же что-то с ребятами со двора соберем, все туда бежим. Купаться нельзя, но мы хотя бы вот так вот запускаем, побалуемся. У кого дальше? Город Амутнинск, районный центр, в котором находится знаменитый металлургический завод. Да, все верно. Поехали дальше. После парусников, так, давайте, наверное, еще такое известное использование ветра, это как флюгер. То есть его использовали еще древние, так скажем, метеорологи. То есть он нам показывает, куда дует ветер. И в связи с этим можно было как бы немного понять, какая погода нас ждет. То есть ветер дует отсюда, тучи оттуда придут, значит скоро будет дождь. Ну и так же часто его используют. Вот может быть вы видели, у нас вертолеты взлетают и садятся. Вот я часто вот вижу, как это у областной больницы. Там есть такой тоже флаг-флюгер, который как раз помогает пилотам понимать, откуда дует ветер и как бы в какую сторону лучше там сильнее держать. И правильно выбрать стратегию посадки. Да, потому что в зависимости от этого много влияет, как это все произойдет. Ну и еще вот такая, наверное, самое известное использование ветра, это мельницы ветряные. То есть давно уже у нас молят муку, придумали хлеб, и это все как раз происходит за счет того, что ветер дует и крутит вот эти жернова, которые зерна превращают в муку. Ну не знаю, остались ли еще ветряные мельницы. Да, точно знаю, что мельницы, которые стоят на речках в Европе остались, да, еще, которые работают с помощью энергии воды. Ветряные мельницы, может быть, тоже где-то сохранились в Испании. Как мы помним, в свое время было очень много ветряных мельниц. Да, но они очень симпатичные. И вот сейчас тоже на заставке у нас в ВКонтакте есть ветряная мельница. Да, вот они, особенно в Европе, еще сохранились, сохраняются, как вот такие памятники истории и культуры человечества. Прекрасно. Принимаем ваши комментарии в группе ВКонтакте. Вас приветствует Светлана Морозова, которая рада видеть своих преподавателей. Спасибо. Максим Лимонов к нам присоединился, замечательный. Мы говорим об энергии ветра, ну, а сейчас энергию ветра используют уже на другом уровне. Ну, да, сейчас технический прогресс позволяет не только из зерна делать муку, а вот уже как раз превращать энергию ветра в электрическую энергию. То есть даже вы можете попробовать сделать такой некий ветрогенератор у себя дома. То есть если у вас есть старый компьютерный кулер, ну, тот вентилятор, который охлаждает, вы можете, скажем, подключить какой-нибудь диодик на проводки туда, подуть, и вы заметите, как он будет у вас светиться. Ну, надо сказать, что в информационной центре по атомной энергии такие занятия приходят, проходят обычно, когда мы работаем не онлайн, а офлайн. Ну, может быть, когда-то и онлайн мы такое занятие сделаем прекрасное. А пока я должна сказать, что в нашей стране с 2017 года мощными темпами развивается электроэнергетика, связанная с энергией ветра, и занимается строительством ветряных электростанций компания «Нововинт». Это подразделение компании «Росатом». Вы можете посмотреть в интернете, как и чем занимается компания «Нововинт». И большие такие серьезные гигантские электростанции ветряные строятся в республике Адыгея и в Краснодарском крае. Это на юге нашей страны. Понятно, что выбираются места, где серьезные ветра, где можно строить гигантские ветряные электростанции. Но здорово, что у нас они тоже стали появляться, потому что я была осенью в Австрии. Там, конечно, на одном берегу Вена со всех сторон окружена вот такими большими ветряками, которые генерируют энергию вдоль долин, между горами, везде стоят тоже ветряки. И энергия ветра сейчас активно используется. В связи с чем у меня второй вопрос к нашим слушателям. Почему, как вы считаете, да, мы не на проверку знаний пока что, а на рассуждении. Почему, как вы считаете, по всему миру и в Российской Федерации сейчас особое внимание уделяется развитию ветряных электростанций? Да, 2017 год совсем недавно был. То есть и планы грандиозные сейчас у Росатома и компании «Нововинт» по строительству крупных очень ветряных электростанций. Разве мало нам тепловых электростанций, которые вырабатывают электроэнергию? Почему нужны еще и ветряные? Порассуждайте, пишите к нам в группе ВКонтакте или звоните 211-101. Настало время представить призы, которые мы сегодня вручаем, те, кто с нами общается. Ну, во-первых, это призы от магазина «Бумага», который она спонсирует вот такими книжками прекрасными. У нас сегодня целый набор энциклопедий. Энциклопедия «Что, как и почему» детская. Энциклопедия «Наша планета». Вот как раз про ветер можно тоже прочитать. Энциклопедия «Астрономия и космос». «Великие открытия». И энциклопедии по животному миру. «Хищные птицы», «Аквариумные рыбки», «Живая природа», «Дельфины и киты», а также «Красная книга России». Есть еще у нас призы от информцентра по атомной энергии, научно-популярная литература, «Искусственный интеллект. Что стоит знать о наступающей эпохе разумных машин». Это уже для ребят постарше. Есть книжка из серии «Жизнь замечательных людей» про Анатолия Александрова. И, конечно же, замечательные браслеты от информцентра по атомной энергии, наклейки. И вот такие светоотражатели «Мамины атомы спокойные». Мамам это очень важно. У нас есть телефонный звонок. Я слышу 211-101. Надеюсь, сейчас мы выведем спикера в эфир. А пока что я зачитаю, что нам говорят наши зрители ВКонтакте. А Светлана Морозова пишет «Сохранение природы». Дальше пишет Анна Погасян. «Экологичность». Но, надеюсь, что мы сейчас более развернутый вопрос. Ответ на наш вопрос услышим в эфире 211-101. Итак, почему во всем мире развивается ветряная электроэнергетика. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Светлана Морозова. А, Светлана, да вы нам пишете. Да, просто мы вкратце изложили наш ответ в ВКонтакте. А наш, это что? У вас там большая компания сидит и слушает нас? Ну, у меня сын занимается в познании, как раз Егора Владимировича, поэтому мы с большим интересом смотрим эфир. Вы там смотрите, слушаете, обсуждаете. Ну и какова же ваша версия? Почему и в России стали заниматься строительством электростанций, использующих энергию ветра? Ну, вот как раз для того, чтобы сохранить наши природные ресурсы, улучшить экологию, потому что энергия ветра, она более безвредна для природы. Так, а еще если мы порассуждаем? Знаете ли вы, что такое возобновляемые и невозобновляемые источники энергии? А, ну вот с этой точки зрения, да, что энергия ветра, она как бы получается бесконечная, да? То, что ее не надо добывать, она, как это, естественным образом добывает энергию, так? Или я... Я вообще не техник, я больше по творчеству. Да, да, но тут не в технике дело, конечно же, а в других, в другого рода знаниях все-таки, да? Ну, а что говорит ваш сын, Светлана? Сын внимательно смотрит на своего преподавателя, поскольку давно не виделись. Скучает. Понятно. Ну, у нас как бы такой общий, да, ответ, что это как раз в... То есть, во-первых, это более экологично, и это связано с тем, что... И это связано с тем, что мы вам подсказали, что энергия ветра относится к возобновляемым источникам энергии, а уголь, например, нефть и газ к невозобновляемым источникам энергии, и, в конце концов, эти полезные ископаемые, да, могут закончиться. Хорошо, Светлана, какой вы приз выбираете? Ну, я думаю, какую-нибудь энциклопедию, наверное, для ребенка. А ребенку сколько лет? Ребенку восемь. А что он любит? У нас есть технические энциклопедии, есть про животных и есть великие открытия. Астрономия и космос есть. Саша, какой ты выберешь приз? Давайте тогда книгу техническую. Так, хорошо, тогда я вас отправляю сейчас к нашему продюсеру, не кладите трубку, а вместе с книжкой к вам уходят наклейки от информцентра по атомной энергии, уходит светоотражатель, мамины атомы спокойны. Спасибо. Поехали дальше. Вот еще хотел добавить к вашему путешествию, где вот вы видели, что все в ветряных мельницах. В Австрии. В Австрии, да. Не в мельницах, а в ветряках. В ветряках. Которые генерируют электрическую энергию. Вот еще по школе, когда 10 класс, по-моему, у нас был, проектная деятельность появилась, и вот мы как раз с одноклассником создавали проект по тому, как сделать как раз такие же ветрогенераторы у нас в Амутнинске. То есть у нас же там пруд, и каждый раз днем ветер дует с пруда в сторону, так скажем, берега, а вечером, наоборот, с берега в сторону пруда. И вот мы как-то планировали, а что если вот как раз поставить, ну, хотя бы сколько-то нибудь там компенсировать вот эту энергию там для завода, для жителей. И что вам помешало продвинуть этот проект? Ну, нам, мы были, 10 класс, мы как бы идею дали. Это была идея, а дальше надо было исследовать, достаточно ли этой силы ветра, да, утреннего и вечернего бризов для того, чтобы ставить ветряк. Вообще ветряк недалеко стоит от города Кирова, если ехать в сторону Нововятска, один единственный, который я знаю, и он не работает, к сожалению. Хотя вполне возможно, если исследовать потоки ветра в Кировской области, то где-то можно ставить ветряки тоже. Отлично. Так, пришёл наш продюсер, который выбирает техническую книжку для звонившего. Я предлагаю вот это или вот это. Пожалуйста. Хорошо. Всё. Замечательно. Далее. Итак, и мы остановились с вами по возобновляемым источникам. Возобновляемые и невозобновляемые источники энергии. То есть популярность как раз вот этих альтернативных источников энергии и их возобновляемости. То есть уже, как правильно было сказано, нефть, уголь может иссякнуть. И газ. Там газ, все вот эти источники. А энергия природы, она, так скажем, можно сказать, вечно. Ветер, вода сверху вниз льётся. То есть это гидроэлектр. И солнечная энергия. Да, и солнечная одна из таких главных. И как раз вот это, наверное, становится одной из причин, почему начинают это всё развивать. Вот как раз развитие альтернативных источников. А ветряные, ну, мне кажется, вот чисто по моему мнению, что это такой самый, наверное, простой, может быть. Не факт. Хорошо бы, чтобы нам рассказали про это специалисты, потому что, вообще-то, конечно, надо сказать, что долю ветряной энергии сейчас приходится очень небольшой процент пока что в производстве электроэнергии. Природный газ занимает 49% как ресурс для выработки электроэнергии. На втором месте находится ядерная энергетика в Российской Федерации. Дальше уголь и гидроэнергетика, нефть 2,6%. И на 0,3% на всё остальное. И туда же входит энергия ветра и солнечная энергия. Но, тем не менее, задача, которая стоит перед мировым сообществом, это именно максимально использовать возобновляемые источники энергии. И именно поэтому Российская Федерация тоже сейчас строит электрогенерирующие электростанции, работающие на энергии ветра. Кстати говоря, между прочим, компания «Нововинт», подразделение «Росатома», которое занимается строительством таких станций, возглавляет наш с вами земляк, урождённый кировчанин. Зовут его Александр Корчагин. И, между прочим, он заканчивал тот же вуз, что и вы, Глядский государственный университет. Прекрасно. Ну, сейчас мы должны перейти, наверное, к мастер-классу уже. Да, можно. Параллельно с мастер-классом можно ещё говорить про энергию ветра и как она используется, и про ветряки. Но приготовились, и слово передаём мы сейчас Егору. Итак, ещё раз здравствуйте, дорогие слушатели. Это уже, наверное, второй раз будет. Сегодня мы с вами сделаем воздушный винт из подручных материалов. То есть, ну, и дома можно очень интересно провести время как в сравнивательном режиме, так и самостоятельно. Мне сегодня понадобится помощь, естественно. Светланы. Да-да-да. Я тоже буду делать ветряной воздушный винт. Так у нас мастер-класс называется «Воздушный винт». А между прочим, нам пишет ВКонтакте Анна Пагазян, можно нам за верный ответ красную книгу. Анна написала, что экологичность, вот, значит, причина, почему сейчас энергию ветра используют более глубоко, да, и распространено строительство ветряных электростанций. Согласна, согласна Анна, и Анна просит энциклопедию «Красная книга России». Вот, пожалуйста, Анна Пагазян уходит в энциклопедию «Красная книга России», наклейки от информцентра по атомной энергии и светоотражатель «Мамины атомы спокойны». Так, поехали. Мне передал сейчас Егор трубочку. Продолжим. Трубочку для коктейля. Для этого нам и понадобится, да, трубочка, шпажка, бумажка. Ножницы. Да, и специально я уже подготовил заранее маленькую трубочку, и также расскажу, для чего это нужно будет. Вот, ну и, естественно, скотч. А, и шпажку вы сказали уже, да? Да. Всё, отлично. Итак, Вадим Алексеевич, можете мне помочь сейчас. Ассистировать. Не вопрос. Также нам, как и нам, так и зрителям, потому что на презентации всё будет показано, какие шаги будут, если вы что-то не поймёте или пропустите. Итак, Вадим Алексеевич, давайте начнём. Итак, из уже имеющегося кусочка бумажки, ну, или можно взять мягкий картон. А можно приблизить нам видео, чтобы показывать руки Егора? Можно взять квадратик примерно диаметром 60 на 60, но здесь на самом деле размер не имеет значения. Можно взять больше, меньше, то есть от этого будет просто зависеть размер вашего винта, но в любом случае он будет у нас работать. Так, поехали. Итак, что нам нужно сделать? Нам нужно сложить его на четыре части. Итак, мы его складываем. Раз. Пополам. Ну, да, да, да. Складываем пополам квадратик из картона. Да. Хорошо. Так. Не стесняемся. Так, и складываем. Так, и ещё раз, да, 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 да. Складываем в четыре раза. Да. Пополам и ещё раз пополам. Чтобы у нас был вот такой вот кубик. Учился маленький квадратик. Да, вот именно вот такой вот. Итак, следующее действие. Да? Так, я думаю, что тот, кто делает, он уже с нами успевает. То есть у нас должны получиться вот такие квадратики. Их разворачивать не нужно. Я показал просто. Хорошо. Да, следующее действие, Вадим Алексеевич, нам нужно уже взять ножницы. С этим делом, я думаю, нужно аккуратно, чтобы не пораниться. Да, это естественно. И обязательно нужно взять квадратик частью, где у нас сгиб. Его обрезать не нужно. Это очень важно. И нам нужно сделать, как будто под углом овальчик такой. Обрезать этот угол. То есть со стороны свободных краёв, не там, где сгиб, со стороны свободных краёв, мы скругляем этот квадрат и превращаем его в четвертинку круга. Совершенно верно. Да, да, да. Хорошо у меня получилось. Отлично. Брюки превращаются. Даже если у нас сейчас... Брюки превращаются. Квадратик превращается. Даже если сейчас мы где-то сделаем ошибку, ничего страшного, мы сможем её исправить в любой момент. Я вижу, что у вас более пологий такой, более скруглённый получается четвертинка. Я сейчас тоже подрезала, и у меня тоже так хорошо. Вот, к примеру, у нас именно такой должен получиться. Ну, в общем, мы кружок вырезали. Да, да, да. Всё, понятно. Но подождите, это ещё рано. Я разворачиваю дальше. Да, это ещё не разворачиваю. Хорошо. Так, там, где у нас нет сгибов, нам нужно сделать два надреза. Так, лучше всего это сделать под углом. Это нужно для того, чтобы у нас лопасти были, для того, чтобы у нас это были лопасти. Хорошо. Делаем лопасти. Делаем лопасти, да. Так, раз. И я думаю, что два. Также если... Ага, значит, там, где у нас скруглённый край, мы просто делим его на три части. Да, но нет... И это будут лопасти, и не до конца провязаем. Не до конца. До серединки где-то, примерно, провязаем. Ну, можно даже чуть больше. Две трети? Да. Окей, получилось три лопасти такие. Вот здесь, пока мы не развернули. Дальше. Вадим Алексеевич, следующее действие, мы уже его раскрываем, и у нас получается вот такой вот разрезанный ружочек. Всё, раскрыли. Почти винт. Получился винт. Почти винт. Почти винт. Да, но ещё его нам нужно будет доделать. Итак, сейчас нам нужно из дополнительного картона, ну, имеется в виду, из либо жёсткого картона, или мягкого, нам нужно вырезать просто маленький кружочек. Примерно два сантиметра. Примерно. То есть, я вам сейчас его... Он должен быть меньше, чем... Да, в любом случае. Это нам нужно будет для того, чтобы у нас лопасти не достигали центра. Вот, так. Я вот сейчас понимаю, что лопасти мне надо поглубже прорезать на самом деле. А теперь из маленького такого квадратика, который примерно 2 на 2 сантиметра, вырезаю маленький кружочек, который я в центр этого винта тоже пристрою попозже. Так, ага. Мне сейчас нужно будет немножко поставить уже... Отвлечься, чтобы поставить горячий пистолет для того, чтобы разогреть клей. Пока вы этим занимаетесь, надо задать вопрос нашим слушателям. Да, уже это сделали. Хорошо. Мне уже помогли в этом. Так. Я думаю, что ребятки успевают это делать. Мне уже помогли с пистолетом. Пока что я остаюсь здесь. Хорошо, поехали. Давайте мы сейчас доделаем эту часть. И на сгибах, где у нас остались большие лопасти, мы тоже их разрежем. Хорошо. А, у нас там есть, когда мы развернули вот этот кружочек, есть 4 части, где лопасти получились большие. Очень большие, да. И мы их по линии сгиба сейчас надрезаем. Да. Это мы всё ещё над винтом работаем. Это ещё, да. Основная часть, основная работа, это будет с винтом. То есть, также по окончанию работы могут быть ещё ошибки, и нужно их исправлять, естественно. Хорошо. Будет так. Пока у нас ещё греется. А у нас на даче есть, например, тоже, у нас есть на даче флюгер, и вот такой винт, который улавливает ветер, и, собственно говоря, работает, направляет флюгер, папа у меня тоже делал сам. Это хорошая история, потому что всегда приятно посмотреть утром из окна и понять, какой ветер, а с какой стороны дует, и какой силы ветер. Очень интересно. Очень интересно. Нам нужно приклеить, нам нужно приклеить кружочек. Да. Сейчас я посмотрю. Да, вы смотрите, а я задам вопрос нашим слушателям 211-101. Скажите, пожалуйста, для того, чтобы получать электрическую энергию, используя солнце, энергию солнца, что придумали люди? Какое изобретение, какой предмет используют люди для того, чтобы улавливать энергию солнца и превращать её в электрическую энергию? Как называется этот прибор, предмет, прибор? Я могу вам тоже сказать, что сейчас такие штуки, которые нужно назвать, как они называются, которые улавливают энергию солнца и преобразуют её в электрическую энергию, тоже, кстати, возобновляемый источник энергии, очень широко используется не только в странах и в тех местах, которые находятся в зоне, где много солнца. Вот Киров находится в зоне, где солнца практически нет. Но да, в скандинавских странах, где тоже бывает не очень солнечно, эти приборы тоже во всё используют, именно потому что думают об экологии, как уже сказали наши слушатели и зрители. Так вот, что это за прибор, как он называется, который улавливает энергию солнца и преобразует её в электрическую энергию? Да, я вижу, что Анна Погасян ответила, но поскольку Анна Погасян уже получила энциклопедию, которая называется «Красная книга России», мы ждём ответы от других наших слушателей и зрителей, вижу, что ВКонтакте пишут, ждём ещё звонка 211-101. Так, Александра Плосконосова, вижу, что вы пишете. Александра Плосконосова, таким образом, первая ответила, а мы ждём ещё звонка по телефону 211-101. Итак, пожалуйста, помогите мне приклеить на самом деле, когда вы будете использовать обычный клей, вы можете полностью его склеить. А где у нас клей пистолет используется, здесь лучше всего сделать с боков, потому что у нас будет продеваться наша трубочка в центре этого винта. Я не очень поняла, что значит с боков. Имеется в виду не в центре, а чуть-чуть сбоку, с краю этого кружочка, для того, чтобы нам удобно было сделать в центре дырочку. Всё, я поняла, клей наносится по бокам вот этого кружочка в центре. Клей пистолет, да. Когда мы клей пистолет используем, а когда обычный клей, то всё равно. То всё равно, да. То всё равно. Ещё раз, когда пистолет используете, то, пожалуйста, клей наносите по краю кружочка, потому что иначе трудно будет проткнуть по центру вот эту трубочку ставить, которую мы хотим. Итак, у нас есть телефонный звонок, давайте его примем. Алло, добрый день. Доброе утро. Доброе утро, как вас зовут? Сергей. Сергей. Вы вместе с детьми своими слушаете нашу программу? Нет, я на работе. Вы на работе. А, Сергей, вы нам звонили и в прошлой программе тоже с работы. Совершенно верно. Итак, как называется этот прибор, который улавливает энергию ветра и трансформирует её в электроэнергию? Я считаю, это солнечная батарея. Солнечная батарея. Совершенно верно. Итак, у нас в ВКонтакте Александра Плосконосова первая ответила, солнечная батарея, а сейчас Сергей. Сергей, приз какой выбираете? Какие есть? Какие есть призы? Мы вас отправляем сейчас к нашему продюсеру, к Софье. Пожалуйста, она с вами поговорит насчёт призов. Так, поехали. Продолжим. Сейчас нам очень аккуратно нужно сделать отверстие в центре нашего винта. Я думаю, родители смогут помочь ребятам, потому что это очень довольно-таки опасно. Что мы делаем? Можно это делать шпажкой, можно делать это ножницами. В центре винта можно сделать дырочку. Но мы её делаем такую, чтобы у нас смогла войти наша маленькая трубочка, которую мы сделали. Её можно отрезать так же буквально 5-5 метров. Итак, 5 сантиметров коктейльной трубочки. У меня уже есть, вот она подготовленная. Вставляем в отверстие винта, которое мы просверлили. Вот я лично с помощью ножниц. И родители, помогите детям, кто дома работает, это сделать. Потому что картонку на самом деле пробурить не так-то уж просто. Итак, пробурили. Вставили 5 сантиметров коктейльной трубочки. У меня получилось. Да, мы её сделали на середину. Ой, у меня там прошло. Вставили в серединку. Дальше. Одну секундочку сейчас. Так, ага, всё. Сделали. Если вы хотите, вы можете эту трубочку так же зафиксировать клеем. У меня она держится спокойно, то есть никуда она не денется. Да, у меня тоже жёстко держится, хорошо. А сейчас у нас одна из самых важных работ, это у нас будет загибание лопастей. То есть нам нужно каждую лопасть доделать. Это имеется в виду, нам нужно её немножечко дорезать до нашей картонки, которую мы сделали. Это позволит нам, да, сделать лопасти более... Итак, лопасти дорезаем до центра. У нас, коллеги, остаётся... У нас ведь прямой эфир, не запись. Так, так, так. Бесконечно. У нас остаётся немного времени. 10 минут всего, надо успеть. Мы успеем. Так, а и загибаем лопасти. А Вадим пока готовит вопрос для слушателей. Да, всё верно. И параллельно можно загибать лопасти уже. А загибаем вправо или влево? На себя. На себя. То есть мы... Влево. Петаемся их, да, в левую часть на себя. На себя загибаем лопасти. Так. Сделали. Всё. И готов вопрос? Да. Пожалуйста. И пока... Мы загибаем лопасти. Да, пока загибают лопасти, как раз такой вопрос. А для чего загибать нужно лопасти? То есть почему они находятся вот под каким-то углом? Для чего мы загибаем лопасти вот на этом, вот на этом нашем замечательном винте. Так, у нас мастер-класс от Центра познания. Воздушный винт называется. И мы сейчас конструируем этот винт и зачем-то загибаем лопасти. 211-101 номер телефона прямого эфира. Мы также их можем подправить, так что вы можете их и потом сделать. То есть... Да. Я делаю. Так, у нас идёт работа. А следующее действие у нас уже будет производиться с трубочкой. Можно использовать... Презентация у нас идёт в ВКонтакте? Я не вижу почему-то. Можно использовать два вида трубочек. Как и более плотную, так и более тонкую. То есть здесь не особо они отличаются. Вот. В данной трубочке... Отложите винт. Так. Нам понадобится для начала склеить скотчем одно отверстие у трубочки. Один конец трубочки. Тот, который ближе к гармошке, мы склеиваем скотчем. Да. Или скотчем, или клеем. То есть здесь не принципиально. Главное, чтобы у нас воздух не проходил сквозь неё. Так, секундочку. А пока мы клеим скотчем. Мне сейчас поможет это сделать Вадим. Я приму телефонный звонок. Вопрос у нас был, зачем мы загибаем лопасти у винта, который мы сейчас конструируем. Алло, добрый день. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Амалия. Амалия. Очень приятно. Сколько вам лет? Восемь. Восемь лет. Амалия, ты нас видишь в интернете, ВКонтакте или слушаешь? В интернете. В интернете. Очень приятно. Вот ты видишь, что мы конструируем сейчас воздушный винт, и зачем-то мы загибаем сейчас вот эти вот лопасти. Как ты думаешь, зачем? Чтобы ветер попадал и оставался там. Так. И... Ага. Алло. Алло. Да, Маля. Чтобы ветер попадал на эти лопасти. И что делал с этим винтом, как ты думаешь? Амалия, она слушает ВКонтакте, а там есть... Некоторая задержка. Алло. Чтобы ветер попадал и оставался там. Вот. У нас... Вот это техническая история. Амалия нас слушает ВКонтакте, и задержка идет там в полминуты буквально. Амалия, все. Тут примем ответ Амалии, чтобы ветер... И крутил. Да, и крутил этот винт. Да, я тебе сейчас передаю продюсеру нашему. Поговори сейчас с Соней и договорись насчет призывания. Да, который ты получишь. Вадим, какой вопрос, такой ответ? Зачем мы загибаем лопасти? Ну, на самом деле воздух там не останется. То есть как раз задача, чтобы он, пройдя через вот этот загнутый лопасть, так скажем, дул под одним углом, и отталкиваясь от этих лопастей в другую сторону, но в противоположную, как раз его раскручивал. Так, хорошо. Итак, поехали дальше. Мы заклеили? Да, да. И вы можете проверить, что там... Да. А, все, не дует. Отлично. Следующее действие, которое... Так, где мне ножницы? Нам нужно сделать у гармошки небольшой надрез. Он нам и будет нужен для того, чтобы наш винт крутился. Сверху, между заклеенной частью трубочки и гармошки делаем небольшой надрез. Дальше. Ну, главное тут не отрезать. Да, главное не отрезать. Главное нам успеть завершить мастер-класс. У нас осталось 5 минут. Успеем. У нас осталось одно действие. И последнее действие, которое мы сейчас сделаем, это... У нас есть уже шпажка. У меня она вот такая вот будет. Нам нужно ее вставить в ту часть, где мы заклеивали нашу трубочку. Стойте, стойте, стойте. Нет, это я вот надрез, который вы сделали, вы сделали его в виде треугольничка. Ну да. А я просто надрезала. Треугольничек надо удалить, чтобы получилась дырочка как на свистке. Да. Это есть на презентации. Да, на презентации это есть. Я думаю, вы это увидели. Хорошо. И протыкаем нашу трубочку. Вот таким образом. Красота. Так, прямо рядышком с частью, где мы заклеили, и протыкаем шпажкой трубочку. Аккуратненько. Проще... Ага. Давайте я вам помогу сейчас. Я хочу сама. Здесь удобнее. Для удобства вы можете обхватить трубочку и между ней вставить. У меня поострее. Да, пожалуй, вы это сделаете сами. Родители, помогите своим детям. Мне дают готовую трубочку. Вадим Алексеевич, еще нужно здесь подзаклеить немножечко. Мне дали готовую трубочку. Ну да. Мы можем продолжать. Это очень грамотно, подготовиться к прямому эфиру, чтобы были уже заготовки. Хорошо. Итак, мы имеем трубочку, заклеенную с одной стороны и с двумя дырочками. Одна сквозная, а другая нет. Другая уже заклеена. Шпажку вы вставляете. Так. Давайте. И в принципе у нас все. У нас вся конструкция готова. Вы можете вставлять винт. Что я должна сделать сейчас? Поставить винт на шпажку. Вот сюда? Да. И переверните. Перевернула винт. Давайте я вам сейчас покажу. Да, пожалуйста. Почему ваш винт не надевается сейчас? Потому что я шпажку экспроприировала. Все. Это нужно вот так. А, вот так. Давайте я расскажу. Хорошо. Значит, все очень просто. Итак, вот у нас трубочка. Трубочка за сгибом. Вот за этой трубочкой идет дырочка. Дальше конец трубочки заклеен. Ставили шпажку. На шпажку сверху нанизали винт, который мы сделали. И сейчас мы посмотрим, что будет получаться. Правильно я сделала? В целом, да. Так, и что нужно делать? И нужно дуть очень сильно. Очень сильно дуть трубочку. Попробуйте очень сильно. Поехали. Давайте. Посмотрим, получится ли у нас эксперимент. Класс. Камера смотрит на меня? Как вертолет взлетает. Да, можно. Приближено или нет? Приблизьте, пожалуйста, чтобы было видно, чем я вообще здесь занимаюсь сегодня в эфире. Да. Итак, что у нас, коллеги, получилось с вами? Электроэнергию мы, конечно, этим прибором не выработали. Но что мы показали? Да, вы как зачарованные смотрите на это, как будто в первую очередь. Я думаю, здорово получается. Комментируйте, пожалуйста. Где-то не нравится. Здесь мы показали то, что данный винт может работать за счет воздуха, который мы сами и создаем. В данном случае эта конструкция может быть интересна, как, я еще раз отмечу, в соревновательном режиме, если, к примеру, попробовать, точнее, сделать, задать задачу, попробовать удержать этот винт на кончике этой шпажки. Чтобы он не вылетел и чтобы он не опустился. То есть тут уже вопрос будет идти речь о силе, о силе ветра, который дует. То есть силу ветра можно регулировать. И в зависимости от силы ветра мы будем понимать, сила ветра выталкивает этот винт вверх, удерживает его на одной позиции или опускает. То есть мы доказываем, что у ветра есть некая сила, которая заставляет двигаться винт, а если бы мы сюда еще прикрутили какие-нибудь проводки и приборчики и перекрутили лампочку, то вполне возможно выработали электрическую энергию. Ну, тогда мы поставим задачу, что в одной из наших онлайн-трансляций, это будет, может быть, в открывашке или это будет, может быть, просто онлайн с информационным центром патерной энергии ВКонтакте, мы запустим ветрогенерирующую установку, которая даст нам электричество. Когда доберемся до нашего информационного центра, возможно, после карантина, а может быть, как-то иначе мы это сделаем. У нас остается одна минута до завершения эфира. Я благодарю наших слушателей и зрителей, которые сегодня на волне нашей радиостанции были с нами и которые смотрели нас в группах ВКонтакте. Это видео с мастер-классом останется в нашем ВКонтакте и призы все будут ждать вас на Московской 40 и здесь на радиостанции, потому что, к сожалению, мы не можем сейчас заниматься доставкой. Там уже растет гора-гора призов. Классно бы, конечно, воспользоваться и играми, и книжками на карантине, но самое важное сейчас оставаться здоровыми. Здоровыми! Занимайтесь познавательными вещами, читайте книжки, смотрите мастер-классы, которых огромное множество сейчас в эфире. А всех наших зрителей и слушателей и поклонников научно-популярной литературы, знаний и ток-шоу мы приглашаем на лекции и на ток-шоу Информцентра по атомной энергии. Вы можете посмотреть расписание в группе ИЦАЯ Кирова. А начиная с четверга следующей недели по всей стране пройдет большой научный фестиваль популяризации науки, который называется «Кстати». Расписание семинара вы увидите в Кировских СМИ и в нашей группе ВКонтакте. С утра до вечера мы будем заниматься тем, что будем развивать научные знания через разные активности, начиная от зарядки с популяризаторами науки и заканчивая вечерними ток-шоу для всей семьи. Всем спасибо! Это была программа «Открывашка». Хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok